здравствуйте сегодняшнее видео посвящено такой неприятной теме как нафтезиновая зависимость то что вы видите перед собой это не нафтезин это то что лично меня спасло от этого дела от нафтезина от постоянной зависимости этих проклятых капель которые чуть не погубили мое здоровье что такое нафтезиновая зависимость это то когда вы заболев внезапно гриппом начинаете тянуть носом сопли но соответственно силы воли это все безобразие выдержать не получается и вы пытаетесь этот процесс заглушить таким вот химическим средством сосудосужающим каким является нафтезин конечно же сразу же после приема этого препарата к вам приходит долгожданное облегчение но вскоре вы понимаете что уже без этого самого аппарата вы препарата то есть не можете вообще дышать никак особенно это бывает период резкой перемены погоды когда там давление атмосферное меняется вам становится еще более тяжело дышать также вам тяжело дышать бывает в лежачем положении так как кровь приливает к голове но все это мы уже проходили к чему приводит нафтезиновая зависимость я вам скажу что лично у меня начались глазные боли они продолжались довольно таки длительное время вплоть до того момента когда я просто бросил капать эту гадость в свои ноздри кроме того нафтезин бывает что откладывается в сосудах сердце да не удивляйтесь но это происходит начинаются проблемы так также из сердечно-сосудистыми понимаете сердечно-сосудистой системой до начинается одышка или много чего может неприятного получится в результате таких осложнений что можно сделать лично мне один хороший лор врач посоветовал вот эту штуку здесь написано аквамарис это не сосудосужающее средство это морские капли то есть вода из моря очищенная облагороженная аптекарями как говорится я решил просто перестать капать нафтезин и стал капать вот эти морские капли то есть заменил нафтезин на природный такой источник можно так и так выразиться но поскольку было дело летом мне удалось бросить это потому что во время постоянно теплой погоды и когда атмосферное давление не меняется в худшую сторону то это сделать бывает гораздо проще чем скажем осенью или зимой покапав где-то месяц или два аквамарис вместо нафтезина я просто однажды перестал капать его я бросил его но не купил просто тупо не пошел в аптеку и не купил не обязательно использовать аквамарис есть еще другие капли аналогичные ему например море назол это уже кому как лишь бы это были морские капли название и фирма там изготовители они как-то особо не отличаются чем-то таким но имейте в виду дорогие друзья что такой метод помочь может далеко не всем и не каждому все зависит от организмов и зависит от того насколько сильна ваша зависимость от препарата данного нафтезина или других каких-то сосудосуживающих средств нафтезин это не единственное средство которое вызывает такое привыкание их много их к сожалению рекламируют по телевизору чему я лично всегда возмущаюсь если человек дошел до того что уже не менее одного тюбика в день закапывает расходуя нафтезин можно сказать в бешеных количествах то к моему большому сожалению такие штуки как аквамарис и морские капли они просто не помогут я даже знал одного человека который страдал этой зависимостью ездил на море заливал морскую воду в нос буквально но это ему не помогало что я еще хочу вам посоветовать старайтесь капать его меньше если у вас сильная зависимость я лично пытался обмануть самого себя я просто в кончик носа впрыскивал нафтезин они глубоко вливал как это многие другие делают и какой-то такой легкий эффект распыления у меня бывал после чего я высмаркивал этот нафтезин обратно то есть я как бы старался себя от этой штуке отучить чтобы много в себя его не принимать я надеюсь что мой совет с морскими каплями вам поможет удачи всем спасибо за внимание